Здравствуйте! В эфире программа «На виду» и «Виду» я, Макбед Махатилов. В прошлом году вся культурная общественность нашей республики была по-хорошему удивлена и обрадована новым явлением в музыкальной жизни России. Это была группа ОМИ, которая уже давно была известна среди ценителей и поклонников финно-угорской музыки и песни. Но в Дагестан она пришла, исполнив известную ныне композицию «Горол и Белл» «Мать ветра». Абсолютно новое прочтение, новое исполнение старинной фольклорной песни. И с тех пор Ежевика Спиркина, создатель и исполнитель группы ОМИ, она почетный гость, она желанный гость в Дагестане. И я рад приветствовать Ежевику Спиркун на нашей студии. Ежевика, здравствуйте. Здравствуйте, ваш брат. Это на эрзянском вы сказали. На эрзянском, да. Кстати, группа ОМИ, я знаю, переводится как «душа». Да, душа. Нас немножко путают с грузинами, но так ничего. Было интересно, поскольку я знал, что есть мордовская, ранее АССР. Ну да, республика. Республика, что там живут Эрзи и Мокши. Так как в Советском Союзе мы все так или иначе знали о тех, кто проживает в нашей стране, но не более. И вот эта ваша инициатива, исполнение этой песни, конечно, привлекла к вам внимание. И такой вопрос. Вот как создавалась ваша группа, как пришла идея создания этой группы? Я знаю, что ей скоро будет уже 10 лет, да? Да, в следующем году 10 лет мы к этому как раз, к этой круглой дате сейчас работаем над большим двойным альбомом. Ну, это в основе верзянский, макшанский форклор. Это совершенно ни для кого не секрет. Я раньше пела поп-музыку. Знаете, надо было найти себя, да? Но мне достаточно быстро надоело, в общем-то, так скажем, самоутверждаться, да? И, в общем-то, я каким-то образом почувствовала себя... Ну, мне стало, в общем, неинтересно. Вы, я знаю, закончили Гнесинку, да? Я закончила, да, эстрадно-джазовое училище Гнесинское. У меня композицию вел Саульский. И... Ну, как-то в там джаз не потянуло. Но интересно, что вот это вот все образование, да, эстрадно-джазовое, у меня еще есть историческое образование. Я поняла, для чего все это нужно было. Для того, чтобы я нашла себя, именно... Я поступила в консерваторию Петрозаводскую на кафедру музыка финногорских народов и закончила ее. Это было долго, но это была хорошая дипломная работа. Прям я горжусь. То есть у вас такое хорошее академическое образование, позволяющее профессионально подойти к тому делу, которое вы избрали. И я так понимаю, что это все то, что вы изучали, то, что вы прошли, оно, конечно, вам помогает в данном случае вот и в этой работе. А вот как именно сама группа создавалась? Это был порыв энтузиастов какой-то, нашлись несколько человек, которые... Окей, я сейчас попробую коротко сказать. Я пела поп-музыку, мне потом надоело ее петь. Я уже показала все, что как бы могу и все, что я хотела показать. Мне стало скучно, ну как даже не скучно, но я не знала, куда дальше двигаться. Я понимала, что я музыкант, а я вот, ну не знаю, в это время я уже училась в консерватории. И владелец студии, известный в студии Владимира Осенской, сам Володя Осенский, он говорит, слушай, ну давай, говорит, попробуем сделать, уйти в сторону этники. Я говорю, только у меня есть одно условие, он говорит, какое? Чтобы в основе были не мои какие-то авторские, приэтнические замыслы, идеи, а чтобы за основу все-таки, за образец мы брали народную песню. То есть коренную? Да, да. И я тогда сказала вот именно Ирзян и Макшан. То, что вам было ближе. Вы свободно владели Ирзянским языком? Нет. Я стала учить, и я до конца его не знаю, я стала учить его уже в создательном возрасте и закончила половину курса, но это так вот прям капитально это прижилось. Кстати, это созвучно той ситуации, которую ныне мы видим в Дагестане. Мы не говорим про горные районы, мы говорим про большие города, в частности Махачкале, там процесс вымывания родного языка, он, конечно, происходит сильно, но есть и обратный процесс возвращения к родному языку. Молодежь начинает изучать язык, создают свои клубы. Слава Богу, позволяет это делать наши умения и условия. То есть есть интернет, есть отличные сети, которые позволяют это сделать. Ну вот, хочу вам сказать, я, как человек, который всегда любил фольк, музыку, мне ценю эстраду, ценю хорошую песню, в свое время любил рок. И для меня вот было особым открытием, наверное, в российском пространстве этнической музыки, это когда Гальперин организовал вот это вот заменитые для специалистов, но и для любителей этнической музыки совместное исполнение хон-хурту, это туинская музыка, ансамбль, который исполняет горловое пение, и известный болгарский народный хор «Ангелит». Соединение балканских хоровых мотивов и горловой музыки для меня было, если не потрясением, то внутренним культурным открытием. И я до сих пор, вот прошло уже почти 25 лет, они начали в 1996 году, вот на что, в 1997-1998 год, вот известные были их концерты и в Москве, в Ленинграде, то есть Питере. Затем они прошли мировое турне, было по Европе и Америке. И они взорвали тогда не только... Хон-хурту вообще взорвал вот этот вот этнический музыкальный рынок. Они открыли многим нам, многим нам, Россия нам, что мы можем нашу коренную, как я уже говорил, музыку этническую, богатейшую. Все-таки Россия – это богатейшая страна не только ресурсами сырьевыми, но и культурными ресурсами. И этот пример, который показали вы, да, понятно, что вы работали больше, наверное, все-таки среди финно-угодских народов, да, там Венгрия, Эстония, Финляндия, наверное. У нас как-то так жизнь нас заставляет так не ограничиваться, не замыкаться, так скажем, в себе и не ограничивать ареалы, да, нашего познания этнических культур. А вот насчет хон-хурту вы сейчас упомянули. Ну, во-первых, хон-хурту в какой-то степени открыл для мира горловое пение, да. Да, абсолютно. Ну да, и плюс еще в хон-хурту тесно занимался промоутер, концертный менеджер и продюсер Александр Чапорухин. И вот как раз он в том году нас возил на Вомакс, Финляндию. Это Вомакс, что это себя представляет. Это такая большая музыкальная как бы ярмарка, так скажем, да, где проходят шоу-кейсы на протяжении всего проведения этого мероприятия. И затем есть еще выставки, и есть еще и такая программа, это конференция, да, где мы, кстати, тоже участвовали и упомянули и про Дагестан. Конечно же. Вот это вот сравнение, мы говорили о финуграх, а что же такие финугры, да. Вот каков говорили про менталитет, потому что это влияет и на культуру тоже. Вот, ну вот, про все. Ландшафт, в котором они живут. И вот я говорила, что, говорю, такой мифологический, культурный код и даже пищевой код у финугров – это рыба. И вот даже кал – это про основу всех, на множество финугожских языков присутствует вот эта вот частица и обозначает рыбу. А я говорю, рыба для виногров – это то же самое, что сушеная, говорю, колбаса для дагестанца. И у меня такая фотография с нашей экспедиции, здесь сушеная рыба с вязкой висит, и также висит сушеная колбаса. Вот такие вещи вызывают какой-то вот юмор, смех, ну, в хорошем смысле, да. Вот после, как я уже говорил, Аурон и Белл, клипа и песни, которые вы тогда представили в Дагестане, ну, появился интересный. Я тогда посмотрел ваш известный клип и известную песню послушал «Вайя», песня, которая дала вам, скажем так, большой толчок, да? Да, она, это многие, это признание. Мы долго думали над клипом, там несколько лет вообще вот пришла идея, и потом отложили. Как-то вот само собой, то есть не стоит вообще поселить. Синтез был потрясающий, кстати. Событие. Да, скрестить фольклорные мотивы, песню, костюмы, и вот это вот абсолютно техногенный такой вид этих, если не ошибаюсь, там, тэц, да, значит, какие-то постройки заброшенные, заводов, это все смешано. И вдруг появляется девушка в респираторе, и вот сейчас ты понимаешь, что где-то, кажется, вот она абсолютно, это песня 17-го года, да? Да, 17-го. И даже в 20-м году, в учетом той ситуации, о которой мы сказали, с пандемической, где-то вы были провозвестниками какой-то вот… Мы говорили… Это какая-то интуиция такая творческая. Ну да, дело в том, что в основе свадебной песни, свадебная песня, ну вообще свадьба для эрзян и макшан – это своего рода, так скажем, перерождение, да? Ну, окей, ритуал, инициация, которая в нашей традиции больше затрагивает именно невесту. То есть она символически умирает и потом возрождает в другом уже статусе, статусе жены. Это подчеркивается и сменой нарядов, и определенными какими-то ритуальными действиями, да? И то, что ее в определенный момент очень берегут. И мы решили задействовать какие-то вот ключевые такие моменты и в нашем клипе раз песни свадебной, да? То есть у нас обережные круги. Вот они на свадьбе повсеместно оберегают, да? Оберегают вот нашу как бы там девушку, да, в белом платье, которая тоже, кстати, в двух нарядах там, да, в национальном и в арзианском, в арзианской рубахе, панер и в белом платье, да? И ее постоянно там вот эти вот круги ее как бы вот оперегают, потому что вот от нее, ну так скажем, вот от людей, так скажем, зависит, какой наш мир будет дальше, да? Вот я не знал, что это свадьба. То есть вот чисто просто прямо не нужно понимать вот этот вот сюжет. Я не знал, что свадьба, пока она не вошла в реку, да? Вот девушка входит в реку, это там тоже, понятно, это, значит, обряд очищения перед каким-то... У нас, да, у нас невеста, я знаю, что и в Дагестане ходит к колодцу, да? А у нас невеста ходит, если не ошибаюсь, на второй день тоже к колодцу, либо к роднику. Само вот смешение вот этих вот образов, конечно, оно было весьма интересным и вот... Да, мы говорили о том, что... Она удивила, удивила. Да, мы говорили, идея такова, что мы говорили о том, что придет время, когда не будет каких-то личных у нас проблем, а будет одна проблема на всех, и она хватит весь мир. Это больше экология, наверное, да, конечно? Экология, значит... Да, да, вот. И, в общем-то, мы хотели вообще, в принципе, финал оставить такой непонятный, да? Но я человек-оптимист по натуре, и там есть такой момент, когда она заходит в воду и проглядывает вот это вот солнце, и девочка снимает маску. В общем, все нормально, она смутит. Она именно из азиатского региона, то есть там... Да, ну, это бывают какие-то, может быть, совпадения, или как-то нам так захотелось, не знаю. Снимал, кстати, режиссером клипа является Максим Быканов, он также режиссер и клипа Хорола Бейль. Ну, вот я вел к этому клипу, к этой вашей идее, потому что первый вопрос, который возникает, вот как этническая, азианская, мордовская группа ОМИ вдруг заинтересовалась вот этой вот песней. Да, она известна была специалистам, фольклористам, тем людям, которые знают, значит, нашу этническую музыку, именно в аварском, в данном случае, контексте. Но вот вы как-то принесли в новое, значит, прочтение и новый вид в эту песню. Тем более, что клип получился, конечно, не только футуристический, да? Мистическая какая-то, эклектика такая. Мы решили, да, продолжить, вот клип Вая, да, мы решили продолжить вот эту историю, да, то есть погрузиться, так скажем, в мифологию, ну, и в культурные какие-то коды. Мне очень было важно в клипе, я все время думала, как идентифицировать аварца от других народов. Ну, я имею в виду в Дагестане, да, и поэтому прекрасный вот этот вот знак вечности, да, у нас, кстати, есть тоже, как бы называется розетка, да, но как бы знак вечности, знак солярности. Ну, это статические эти, да, солярные знаки. Ну, да. Вот. Сейчас фигурирует во многих, значит, в петроглифах, древних петроглифах, именно в городе Дагестане, это не только, ну, эуарцев там, но и всех народов, которые проживают на городе Дагестане, он достаточно распространен, он бывает и четырехлучевой, и трехлучевой, в зависимости от... У нас вот больше, у нас геометрия, у нас вообще, если у вас вышивки, не в такой степени, у нас была чистая геометрия в вышивке. Ну, вообще говорят, что там для Дагестана, конечно, я понимала, что музыка... Ну, мы не делали на дагестанский рынок, понимаете? Нет, 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 это не было, да, это было понятно. Когда вот говорят там, ну, как же там, ты что, не хочешь на свадьях выступать? Да я все хочу, я артист. Не будем же лгать, да, я артист. И выступать на различных площадках перед любой публикой, и это, в принципе, моя... Ну, я бы не сказала, там, миссии или еще как-то там, да, ну, это моя работа. Ну, я говорила, что она прозвучит на Западе, то есть, да, и буквально там уже в каком... Вышел клип, а ну да, и уже в Словакии мы пели эту песню, в Финляндии очень клип понравился. И вот сейчас у нас 11 сентября будет эфир, да, трансляция, не знаю, как сказать, концерта нашего на... в рамках американского фестиваля Medicine World Music Festival. В этом году он проходит онлайн, понятно, из-за каких событий, да? Да, понятно, конечно, конечно. Вот они отбирали музыкантов, предложили нам поучаствовать в фестивале. Мы сняли концерт и включили и аварскую песню, то есть там будут песни и какие-то вот моменты из клипа тоже. Такой несколько необычный формат и вот достаточно сложный формат, поскольку вот без зрителей как-то сложновато... Непривычно, конечно, да, да, сложновато проявлять какие-то искренние эмоции. Там как-то все по маслу идет, само собой. Ну вот в прошлый раз вы приехали, за этим стал этот клип. Я уже как бы предвосхищаю, думаю, что же будет в этот раз, когда вы сейчас вот в Дагестане, уже не первый раз, за этот год. Если первый клип там вызвал совершенно различные эмоции... Но это было ожидаемо. Ну да, да, это было ожидаемо. И даже вот по музыке там, ну вот по аранжировке это несколько как бы необычно, да, для дагестанской поп-музыки, скажем. Я бы сказал, непривычно. Не то, что непривычно. Да, непривычно. Какая-то подача, такая мистическая какая-то подача, они... Да, потом мне начали там присылать там какие-то там моменты. Вот, это вот похоже песня, но уже через какое-то время и так далее. Я говорю, я не буду подавать на плагиат, говорю, ребят, какие-то орджовочные моменты человек услышал и решил применить тоже. Ну, так мы учимся, что же теперь, да. Вот, спасибо, конечно, большому Володе Осинскому там, да. Он так и не доедет до Дагестана, да. Но с таким уважением относится это... Ну, это ваш, грубо говоря, вот продюсер, да, владелец, создатель. Это студия звукозаписи и наш сам продюсер, да, потому что мы группа, которая изначально возникла на студии. И как бы вот мы такие, это, как бы такие выращенные студии практически в типичных условиях. Ну, вам повезло в этом плане, это когда есть человек, который надежно прикрывает, в данном случае, этот ваш тыл и позволяет вам творить, делать то, что просит ваша душа. В Володе человек, который любит, когда люди развиваются, да, и который всячески способствует развитию людей. И человек крайне порядочный, интеллигентный и со здоровым чувством юмора, да. Это сближается в дагестанцию, то, что дагестанский юмор, он неповторим. Ну вот есть вещи, которые, вы не раз это об этом заявляли, вот то, что культурный код у многих народов, порой даже не контактировавших друг с другом, он во многом схож. Мы говорим о базовых понятиях, это вот свадьба, смерть, рождение, это голод, это урожай, то есть это то, что из чего мы... Да, конечно, то, что ты как-то... Да, это корень, из чего мы выходим. И вот вы сами как-то в беседах отвержали, что вот, допустим, традиционные наши такие вызывания дождя, да, клички, да, как вы их называете, это аварские, даргинские, которые вы послушали, да, и они вас очень привлекли, поскольку вот подобные же формы существуют, даже где-то они похожи. Да, я вам скажу, почему вот это вот привлекает, чем глубже копаешь фольклор, да, тем больше видишь общего, да, а естественно, как ты попала в чужой регион, ну, казалось бы, в чужой для меня, сейчас уже нет. Хочется же, чисто автоматически хочется найти то, что вот похоже, да, похоже, то есть я, опять же, такой человек, у меня как бы мир должен дружить, поэтому... Так, а насчет планов, да, вторая аварская, она практически готова, она будет, да, несколько в другом ключе, это в танцевальном ключе, это свадебная, кто-то из аварцев уже слышал, ну, вот. Я что могу пожелать? Я знаю, что вы сотрудничали с Deep Forest, да, с группой французской, если не ошибаюсь, да? Да, и дружим, и там с британскими музыкантами, и с американскими тоже музыкантами. Я вижу, что вот в этом мире этнической, фольклорной музыки, или музыки, которые используют эти вот мотивы в своих произведениях, они чуть шире смотрят на мир. Вот это позволяет, вот такая хорошая коллаборация, да, то, чего, кстати, до, как я уже говорил, вот этой вот коллаборации Конхорту и Ангелита, которая была вот в середине-конце 90-х годов, и сейчас она стала развиваться. Эти же коллаборации, мы видим, сейчас происходят вот между эрзианской музыкой и дагестанской музыкой, да, кавказской музыкой. И хочется, чтобы вот границы нашей культуры, границы нашего восприятия, они продолжали расширяться. И ваша инициатива, ваше творчество этому способствовало. Ежевика, к сожалению, мы завершаем нашу беседу. Я бы хотел пожелать вам вот новых, блестящих таких находок, открытий в музыкальной сфере, которые позволят вам еще больше сблизить наши народы и расширить вот ареал нашей культуры. Спасибо большое, Покш-Сюгпоря, и спасибо большое всем дагестанцам, которые помогают мне открыть их культуру. Спасибо вам. Без вас никак. Ну, а мы завершаем нашу программу. Я напоминаю, что в гостях программы «На виду» была исполнительница и солистка группы «Ойме» Ежевика Спиркина. Программу был я, Маргарин Махатилов. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»